Сейчас расскажу о процессе создания вот этой вот фотографии. Этот снимок был сделан на побережье Балтийского моря, и параметры этого снимка вы можете увидеть сейчас на экране. За человеком находился обычный налобный фонарик, и благодаря долгой выдержке получилось вот такое вот очень мощное свечение. Итак, теперь у нас есть вот такой исходник, и теперь необходимо провести его корректировки в Lightroom. Исходник снимка уже хорошо выглядит, но всегда можно сделать еще лучше. Баланс белого был настроен изначально на камере на значение в 2500 кельвинов, но мне кажется, что оттенок немного марджентовый, поэтому самое первое, я корректирую оттенок ближе к зеленому. Далее, чтобы сделать чуть шире динамический диапазон, я убавил Highlights и прибавил Blacks вместе с тенями. Также, судя по гистограмме, не хватает белого, поэтому я чуть увеличил значение Whites. Но не забываем, что снимок ночной, и чтобы он смотрелся хорошо, естественно, в нем будут преобладать именно темные оттенки, о чем как раз видно по гистограмме. Также, мне показалось, что немного не хватает экспозиции, поэтому я ее увеличил, добавил контраста. А также добавил контраста средних тонов с помощью Clarity, и немного увеличил значение параметра Dehaze, для того, чтобы сильнее проявить звезды. По цвету в данном снимке ничего не корректировалось, кроме небольшого изменения оттенка синего во вкладке Calibration. Также, чтобы не было очень много зеленого, я немного подкорректировал тени и увел их в мадженту. В данном снимке есть оптические искажения объектива, поэтому я применил стандартные параметры из вкладки Lens Correction. В базе программы есть объектив, который был использован при съемке, поэтому корректировка была выполнена быстро в автоматическом режиме. Единственное, мне не понравилось, что винетирование по углам получилось очень яркое, поэтому я его немного убавил. К сожалению, снимок сделан на довольно старую камеру, поэтому на снимке присутствует шум. Я его немного убрал с помощью шумодава в программе. Тут преимущественно монохромный шум, поэтому в работе только параметр яркостного шума. Также, чтобы сделать звезды еще более контрастными, я добавил градиентный фильтр на небо, где добавил белого и убавил черного. Это сделало звезды более заметными. Также, для большей фактуры, я затемнил верхнюю часть неба с помощью другого градиентного фильтра, который уменьшает экспозицию и черный. На этом работа в Lightroom закончена, и чтобы довести снимок до идеала, я открываю его в Photoshop. Как вы могли заметить ранее, на снимке был завален горизонт. Я не корректировал его в Lightroom, так как хотел оставить больше пространства по бокам. Если бы я повернул снимок в Lightroom, то из-за кадрирования пришлось бы немного обрезать края. В Photoshop я применил небольшую хитрость. Я выделил весь снимок и вытянул только один угол, тем самым выровняв горизонт, но при этом мне не пришлось резать снимок по бокам. Чтобы еще сильнее сделать свечение позади человека, я добавил вот такой вот блик. Блики можно найти среди референсов в интернете, или же купить подходящие кисти. Блик я покрасил с помощью Hue Saturation в цвет, похожий оригинальному. Разместил блик в необходимое место. Далее я сделал выделение теней, чтобы сделать свечение в соответствии с направлением света. Для этого идем в Select, Color Range, выбираем Sampled Colors, и далее на фотографии выбираем тень, примерно в среднем диапазоне, то есть не самую темную тень и не самую светлую. Тут мы видим сразу, какое получается выделение. И параметром Fuseness можно регулировать диапазон выделения цветов. Теперь у нас есть выделение, и на его основе создаем маску для блика. Но, так как нам необходимо, чтобы блик не влиял на тени, инвертируем маску. Если зажать Alt и щелкнуть по маске, то будет включено отображение маски. И теперь надо немного скорректировать маску, закрасить весь задний план белым, так как блик будет влиять на картинку и на заднем плане в том числе, создавая эффект свечения. Я закрашиваю все на заднем плане белой кистью. После у нас получается примерно такая маска. Теперь просто переключаем режим смешивания слоя с бликом на скрин. И все готово. Но, мне кажется, что свечение чересчур яркое, поэтому я скорректирую его действие в параметрах слоя. И вот сейчас покажу, зачем была манипуляция с маской. Если зажать Shift и щелкнуть по маске, она отключается. И посмотрите, что получается. Без маски блик действует на всю картинку, и это выглядит совершенно нереалистично. Но, если включить маску, которая скорректирует видимость блика и уберет его действие на тени, картинка становится намного более реалистичная. И теперь уже почти все готово, но мне кажется, что картинка чересчур насыщенная. Поэтому я добавляю корректирующий слой Hue Saturation, где я немного убавляю насыщенность. И для того, чтобы сделать верхнюю часть неба еще более фактурной, мне захотелось сделать цвет более глубоким. Для этого создаю слой с уровнями, чуть корректирую значения, чтобы получить более контрастную картинку. И добавляю градиент, чтобы уровни действовали только на верхнюю часть снимка, плавно уменьшая свой эффект к нижней части фотографии. И после того, как я добавил уровни, мне показалось, что оттенок неба сверху стал некрасивый. Поэтому я добавил еще один слой Hue Saturation, где убавил насыщенность. Градиентную маску я скопировал со слоя с уровнями. Теперь осталось только скадрировать снимок, и все готово. В итоге получился вот такой вот снимок. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели до конца.